Девочка-пай Девочка-пай Максим, привет! Привет! Ну что, сегодня такой день, когда мне хочется у тебя спросить, на какой диете ты сидишь? Я на стуле сижу. На какой диете ты сидишь, Максим? В каком стуле? Ты что, прикалываешься до мной? Что такое диета? Объясни. Диета – это то, что ты ешь, чтобы похудеть. Ну я на таком не сижу. Почему? Зря? Зачем? Максим, ну кто-то в жизни хоть раз сидел на какой-нибудь диете. Ты-то сто процентов, потому что тебе худеть надо. Ничего мне не надо. Нормально у меня форма шара. Хорошо, что ты ешь? Я много чего ем. Если я сейчас начну перечислять, мы отсюда вообще не уйдем. Ну покатимся, видимо, Максим. Может, мы пойдем у зрителей спросим, пожалуйста. Диету какую-то придумала. Ой, типа ты у тебя какая-то диета есть. По крайней мере, в спортзал хожу. Правильного питания придерживаюсь. Продъем, у меня тоже правильно. Много вкусного. Добрый вечер! Диетического вечера, между прочим. Не-не-не-не, ничего не знаю. Ну что ж, девятая студия начинается. Здесь всегда солнечно, здесь всегда, друзья, тепло. Потому что мы с вами будем общаться целый час и дарить вам подарки. Ура, ура, ура. Кто мы? Кто эти люди замечательные? Алена Милина. Максим Кропотов. И огромное количество наших коллег, которые сегодня старались во благо вашего отдыха. Работала, не щадя себя, чтобы вы щадили себя. В общем, все для вас сегодня уже подготовлено. Осталось щелкнуть пальчиками и начинать. Ну что ж, сегодня 11 октября, сегодня вторник, друзья. И вы знаете, что рабочая неделька медленно-медленно приближается к пятнице. А мы, как говорится, вот те, знаете, волшебные звоночки, которые вот каждый раз вы можете отмерять, что все, уже приближаемся, как говорится, к отдыху. Звоночек Алена и звоночек Максим. Дзинь-дзинь. Ну, а пока мы, конечно же, сегодня с вами будем общаться на тему. Тема сегодня очень интересная. Дело в том, что сегодня день как раз борьбы с ожирением. И мне кажется, что каждый когда-нибудь сидел на какой-то диете. Или каким-то образом пытался, пробовал. Это вот единственное, мне кажется, исключение во всем Кирове. Единственная экземплярка. Какие диеты, ребята? Ну, либо пробовал как-то себя ограничивать, возможно, в еде, в общем, для того, чтобы, конечно же, свою фигуру подтянуть. Ну, или просто для здоровья. Поэтому рассказывайте свой опыт. Может быть, есть какая-то уникальная диета. Я услышала, что есть арбузная диета. Ешь только арбуз. Рейка мясная. Ну, можно посмотреть. Там с каким-нибудь соусом, с гарнирами. Свои истории, свои идеи вы пишите в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Заходите туда. Пост с прямой трансляцией уже там. А это значит, что именно там, под постом, в комментариях. Вы можете писать свои варианты ответов на наш вопрос вечера. А также передавать приветы. Поздравления. Рассказывать, как проходит ваша рабочая неделя, рабочий день. Возможно, кому-то что-то надо важное передать. И мы, вот те самые люди, которые озвучим это здесь. Друзья, а если вам не хочется писать, но пообщаться все-таки, душа требует, то 35 14 04 набирайте этот номер на своем телефоне и попадайте к нам сюда. Прямо вот звоночек все услышат. Вся область. Вся Россия услышит нас во всех уголках страны и смотрит. Да, нас в Москве смотрят. А все почему? Потому что прямая трансляция в группе в нашей есть. Поэтому смотрят все через интернет. Пообщаемся. Ответьте на вопрос нашего вечера. Перейдите приветы. Расскажите что-нибудь интересное. Возможно, вас что-то очень сильно интересует. И вы хотите вопрос нам задать. Мы тоже на него ответим. В общем, пообщаемся. 35 14 04. Главное, позвоните. А подарки-то можно будет получить уже? А вот теперь можно получать подарки. Хотя бы озвучить их точно можно. Подожди, получаем мы и раздаем подарки в конце, а вот сейчас рассказываем, что где подарки. Нет, смотри, неправильно. Смотрите, мы сейчас уже вам вручаем подарки. Представьте, что он уже в ваших руках. Осталось только написать. Поехали. Подарок вручается, как говорит Максим. Это, знаешь, некая визуализация происходит. А какой подарок будет? Сертификат, между прочим, на участие в групповой трансформационной игре. Что это такое, многие спрашивали. Это когда-то в процессе своей игры, между прочим, игра такая некая психологическая, делаешь какой-то запрос и получаешь на него ответ. А, возможно, даже узнаешь себя и окружающих вокруг. В общем, друзья, это реально. Если кто-то не пробовал, стоит попробовать точно. Крутотеньушка крутотеньная. А также мы сегодня разыгрываем вот такую вот клубную карту, между прочим, на парочку занятий потанцевать, сходить. Говорят, есть даже детские направления. Поэтому я думаю, что кому-то точно это придется по вкусу. Кстати, кто-то уже выигрывал эту замечательную клубную карту и уже сходил на занятия. Было много положительных отзывов. Ребят, осталось получить только вам ее. Поэтому пишите, звоните, телеграфируйте. Голубину почту тоже никто не отменял. Ну что ж, прямо сейчас будем отмечать еще один праздник. Какой? Сегодня день банщика. И, кстати, тоже поход в баню, говорят, что он сравним как раз с некой диетой, когда ты хотя бы там, не знаю, пару часиков как минимум посидел на диете или пару даже дней. Пара грамм сошла. Да, потому что там действительно происходит просто что-то невероятное. Между прочим, по всем правилам парения отправился в баню наш коллега Александр Бушмакин. Что из этого вышло, вы увидите прямо сейчас. Римская, финская, русская. Каких бань только не существует. Если честно, для меня баня это просто место, где можно помыться. Но среди моих друзей есть люди, для которых баня это целое искусство. И сегодня я это искусство буду постигать. Ну а проводником в Мирбани сегодня у меня будет пармейстер Елена Тарасова. Лен, привет. Здравствуйте. Ну, расскажи, из чего начинается вот вся эта банная история. Мы начинаем с запроса. С чем ты сегодня пришел сюда? О чем ты сейчас? Что ты хочешь оставить в пространстве парной? И что бы ты хотел взять с собой? Парная – это такое прекрасное место, где можно совершить обмен такой. Ну, я чувствую какую-то усталость вообще во всем теле и какое-то эмоциональное напряжение. Я думаю, что, наверное, вот это мне и хотелось бы оставить в парной. Сегодня, вот я так понимаю, что у нас запрос на мягкую, такую вот приятную баньку. Да, это точно. Сейчас нужно идти сразу в парную или нет? Я предлагаю попить тебе чай, как радушная хозяйка. Класс, давайте. Это какой-то особенный чай? Ну, только запрос у тебя на отдохновение. Чай у нас с мятой. Друзья, вот даже просто от запаха чая уже чувствуешь вот это расслабление. И я думаю, что впереди нас ожидают очень интересные банные приключения. Про отдохновение и про усталость – это самая популярная история. Но зачастую в бане издревле вообще все переходы жизненные они проходили. Знаете, вот эта история, когда мальчишники, девичники перед свадьбой, да? На самом деле это такие отголоски от вот этих вот историй, когда переходы, когда девушки собирались и провожали свою подругу, да, вот в замужество. Она умирала в одной роли и рождалась уже для рода мужа. Ну что, мы уже готовы, парная готова. Ты же сформулировал свой запрос, мы идем в парную. Обязательно закрываем. О, это шапка. Да, шапочка я тебя. И идем. Пойдем. Итак, первый заход у нас бесконтактное парение. Когда Александр у нас уже лежит, максимально расслабляется. Я прошу тебя выдохнуть сегодняшнее утро. Так приятно. Выдохнуть. Напряжение, усталость. Где внутри тебя? Холодно, да? И туда тепла. Опусти его. Выдыхай этот холод. У нас второй заход, и это контактное уже парение непосредственно. И мы берем в руки-веники. Снимаем все напряжение, все усталость. Все в печь. Ты можешь озвучить свое намерение, что ты хочешь здесь оставить, с чем ты хочешь уйти. Произнеси свой запрос про себя. Так, что сейчас? Сейчас, после парной, получается, что мы тебе, как в детстве, как маленького, будем так вот поливать с головой. Расслабься и с голосом выдохнуть, вдох и выдохнуть. Сейчас как маленького мы будем Сашеньку пеленать. Все, ложимся. Ой. Бережно, очень. Ага, все потихонечко. Вот так вот. Друзья, мой процесс еще не завершен, но я уже чувствую, насколько мне стало легче физически и эмоционально. И я понял, что, да, баня – это действительно целое искусство, а не просто место, где можно помыться. Девятая студия продолжается, ну, а я буду завершать свой переход. Я же проследился. Завидуем мы нашему коллеге, потому что он-то как раз в банке поотдыхал. Смотрите, как классно работает на телевидении. Сходил, сюжетик снял, да еще и попарился, да отдохнул, да чайку попил, да укутали тебя, как Машеньку. Все же прекрасненько. Прям, слушайте, захотелось туда. В общем, ходить правильно в баню – это тоже искусство. Ну, а прямо сейчас, друзья, у нас на прямой связи еще один наш коллега. Это Константин Салтанов. И у него есть что-то для нас интересное. Конечно же, и есть. Но в баню захотелось, если честно, после этого всего. Пожалуй, в выходные изгоняю, посмотрим, что там интересное. Держишься до выходных прям, Кость. Думаю, продержусь, да. Но ничто не мешает нам сорваться, например, в четверг или даже завтра. Ничего страшного. Давай сорвемся пока на то, что ты нам принес. Да, сорвемся мы пока с вами на интересные и веселые новости. Сегодня будет у нас лайфхак для соседей и будет две любовные истории. Даже вот так вот. Начнем с лайфхака для соседей. Значит, мужчина опубликовал на одном из сайтов, где обсуждается, в общем-то, назовем это форум, одну очень интересную тему. Смысл в том, что он очень устал от своих соседей, которые постоянно паркуют машины, собственно, у его дома. И его это очень сильно напрягает. В связи с законами города, в котором он проживает, нельзя оставлять машину более чем на 48 часов на одном месте. У соседей есть целых четыре места, но они рассказывают, значит, о том, что они не паркуют машину у своего дома, потому что там, мол, просто некрасиво. Они паркуют у его. А, вот такие соседи, да? Да, вот такие соседи, да. Этот предприимчивый товарищ придумал такую штуку. Он заметил, что год назад они построили за своим домом еще одно какое-то строение. То ли хозяйственный сарай, то ли, в общем-то, по виду это просто как сарай. То ли баню. Да, то ли баню. Непонятно, что они там построили, но построили. И пошел и нажаловался в управу. В ответ на то, что они ставят машину у его дома. Какой лайфхак! Ябедничество! Да, ябедничество, назовем это так. Оказывается, постройка была, Максим, незаконная. Соседи это здание никоим образом не регистрировали. И теперь они обязаны его снести. А они, внимание, вложили в эту стройку порядка 100 тысяч долларов. Очень такая серьезная махина там, оказывается, была. И теперь они обязаны ее снести. И большинство пользователей соцсетей поддерживают мужчину, потому что началось-то все с небольшого конфликта. И он просил их, не ставьте, пожалуйста, машину у моего дома. Но соседи не внемли его просьбам. Справедливость восторжествовала. Нет, давайте так. Слева так-то машина, ну, неплоха. А Максим все о машинах. А может быть, ему было обидно, что у него у дома такие крутые тачки? Есть другой лайфхак. Не надо ебничать. Ставь машину на их места. Свою. Там красиво. Может, просто далеко они живут? Чуть дальше, чем он. Через 30 километров. Поставили и пешком домой. Да, и пешочком продвигаются, да. И перейдем... Молодец мужик вообще. Перейдем с вами к двум любовным историям. Первая начинается не очень, скажем так, положительно. Видите, герой истории Эд Чепман, он признался в соцсетях, что у него никогда не было свиданий, и он никогда не встречался ни с девушками, ни с женщинами. Вот так вот. Он очень много учился и очень много работал. Очень много сил вложил в свое образование и в свою карьеру. И тут он решил, что пора уже с этим заканчивать. Нужно налаживать свою личную жизнь. Но знакомства в интернете и вживую не приносили никаких ему плодов. Он решил разместить просто огромный щит рекламный со своим лицом и со своими данными. И что бы вы думали, в этот же день у него произошло свидание. То есть ему написали порядка уже 10 женщин и девушек различного возраста. Он выставил, скажем так, возрастной ценз от 18 до 48, по-моему. Ишь какой! Да, выставил, да. До скольки? От 18 до 48. Ну, в целом-то парень как бы открыл путь. Да, разбирается в целом. Это да, это уже не ценз. Я думал, там открыл ценз от 18 до 18,5. Да, вот так вот мужчина решил. И в первый же день у него уже состоялось свидание. Он поделился, что свидание прошло очень хорошо. Он остался очень доволен своей спутницей и будет продолжать ходить на свидание и дальше. Такой тоже лайфхак для одиноких мужчин. Сейчас отношения не нужны. Он сейчас просто по свиданкам пару лет. Да, побегает, посмотрит. Там 48-летняя пришла, она накормит. Зачем куда-то ее везти? Она тебя и накормит. У вас опыт был, да, Максим? Так, так, Максим. Ну, чего? Чего? Тихо. Было дело. Не было. Не было. Чем взрослее девушка, тем она еще более хозяйственная. Не говорю, что молодые девушки не хозяйственные. Ну, чем старше, тем еще более хозяйственные. Вы зарываетесь сейчас, Максим. Чего? Я наоборот. Девушки, спасибо вам. И история номер три. История хороша, да? История хороша, да. Всегда есть выход, запомните. История номер три, она несколько уже более с продолжением. То есть здесь все было уже гораздо серьезнее. Сейчас отница девушки. Я, говорит, шла, увидела плакат. Да, ушла, видела плакат. Ну, нет, Максим, дело здесь немножко в другом. Мы переносимся с вами в Канаду. И вообще в американских странах есть такая традиция, что на бейсбольных, на футбольных, на каких-то больших матчах, на стадионах есть такая традиция, как преподнести совершенно неожиданно своей девушке кольцо в знак того, что ты приглашаешь ее стать своей спутницей на всю оставшуюся жизнь. Так и поступил герой нашей истории, но он решил это сделать несколько с подвохом. На их пару, то есть с девушкой они пришли, обратили внимание камеры, и он уже, казалось бы, начал вставать на колено и достал из кармана эту волшебную коробочку с кольцом. Девушка такая, как будто бы не была к этому готова, и все шло своим чередом. Но оказалось, что внутри ни в коем случае не кольцо. Там сладкая конфета, очень похожая на кольцо, и девушка, увидев, собственно, этот обман, влепила ему такую здоровенную пощечину, что тоже попало на камеры. Потому что вот с этим, ребята, они шутят, они же этого ждут, там же все, все звезды должны были сойтись в этот маленький момент. Мало того, что ждем, просто тут на глазах у всех, все думают, сейчас, а он такой шутничок, конфетка. Я говорю, понимаешь, все сошлось. Вот вы так живо обсуждаете. И нам в носопырку. Но история на этом не закончилась, Максим. Не закончилась? Да, внимательные пользователи соцсетей, которые увидели эти фотографии и видео, обратили внимание, что в другом кармане джинс у мужчины была точно такая же коробочка. И вот там, вот там было настоящее кольцо. Там была ватка, чтобы затмутывать начальщий нос. Там было настоящее кольцо, ведь первым он хотел, ну, первой коробочкой он хотел немножко развеселить свою даму. А вторым шагом он хотел сделать ей серьезное предложение. И сейчас, так сказать, лагеря фанатов разделились. Одни за мужчину, вторые за девушку. Мол, что за шутник такой? Вот если хочешь что-то серьезное, ты сразу давай кольцо. Дай, угадай, первый лагерь это мужики. Да. Которые, ну, шуточка. Ну, прикол. Ну, прикол же был. Ну, вы что, ну, прикол. А вторая девушка, которая... В смысле, еще и сладости, а? Да, Максим, все верно. Здесь ты правильно разделил. Слушайте, ну, давайте тоже на сторону девушки мы немножечко перенесемся. Не, ну, прикол, прикол. К тому, что она, конечно, очень агрессивная. И так себе тоже, девчонки, ну, вам тут сюрприз. Ну, дальше конфетка. Ну, даже конфетка. Некоторые, знаете ли, и конфетки рады. Да. Да. Так что, не, ну, прикол. Прикол, прикол, я согласен. Молодец. А то, что он еще и леща получил, так это, ну... Ну, это за прикол. Ну, это за прикол. Это за прикол. В общем, друзья, напишите, за кого вы, как бы вы поступили в этой ситуации. Да, будем разбираться в этой ситуации. Группа ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, нам безумно интересно. Ну, а прямо сейчас, друзья, мы продолжаем. И у нас на очереди потрясающий рецепт ужина. Ну, что ж, будем записывать. Приятного аппетита. Ну, прикол. 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 Всем привет. Меня зовут Зубков Роман. И сегодня с вами на ужин мы приготовим стейки свинины с салатом из баклажанов и шампиньонов. Для этого нам понадобится стейк свинины, один баклажан, помидор, несколько шампиньонов, листья шпината, соус сладкий чили, соевый соус и немного крахмала. Начнем мы с того, что замаринуем стейки свинины в соевом соусе. А пока стейки свинины у нас маринуются, мы займемся нарезкой овощей. Начнем мы с баклажанов. Далее нарезанные баклажаны замаринуем в соусе сладкий чили. И затем баклажаны мы запанируем в крахмале. Далее кубиками нарежем помидор. У нас осталось нарезать шампиньоны, их мы нарежем чесночком. Все продукты у нас подготовлены, и мы отправляемся на кухню доводить все до готовности. Штейк свинины мы обжарим с двух сторон примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Накроем крышкой и доведем до готовности. И параллельно с этим мы подготовим гарнир. Для этого мы обжарим баклажаны в течение 3-4 минут, а затем добавим к ним шампиньоны и доведем до готовности. Наш ужин почти готов. Осталось выложить все на тарелку. Начнем мы с того, что выложим немного шпината на середину тарелки. Далее на шпинат выкладываем помидоры. На помидоры выкладываем обжаренные шампиньоны и баклажаны. Остается выложить только сам стейк из свинины. И украсить немного шпинатом. Наш ужин готов. Сегодня это стейк из свинины с салатом из баклажанов и шампиньонов. Всем хорошего вечера и приятного аппетита. Между прочим, диетический такой рецепт. А Максим... Это все, что под мясом, да? Все, что под мясом было диетическое. А Максим просто не мог на это спокойно смотреть. Я говорю на законодательном уровне запрещать эту рубрику. Ну это не честно. Либо кто готовит? Привози нам сюда. Все, друзья. Прямо сейчас переходим к вашим сообщениям. Как раз говорим про диету и какой у вас был опыт. Поехали. У нас сегодня лагеря разделились. За, против, погнали. Наталья Савиных, вкусная диета. Вот так вот. Разве такая бывает? Далее. И все? Какая вот вкусная и все. Вот точка. Карман и поэт. Месяц на косарь. Шикарная диета. Но, к сожалению, следующий за ним месяц на все сэкономленное. Сводит все на нет. А какой тогда смысл? Не надо просто на диете сидеть. У нас тут Павел Бурганов предлагает нам майонезные диеты. Люблю вот так вот ее заразу. Майонезная диета. Пашка, молодец. Кстати, я уже несколько лет не ем майонез. Вот так. Такой факт обо мне. Ленуся Бабинцева поздравляет всех с днем девочек. Ленуся, мы вас тоже поздравляем. Да, кстати, сегодня международный день девочек. Класс. Супер. Так, у нас тут еще. Так. Дядя Саша Савкин, Кудрявцев. Вот так вот. Неделю не выигрывал подарки на Девятка ТВ. Похудел на 5 килограмм. От нервов. А еще, когда прибираюсь дома, перекладываю все свои книги Дарьи Донцовой. Это лучшее спортзало. Вот так вот. А что тут у нас тут? Он пишет, что из этого диеты временный путь. И потом откат. То есть огромный плюс. Поэтому я ем все-все-все. И блинички со сгущенкой, и торт масляный, и макароны с сырком, и даже бургеры. Ма! Младец! Ребята, не надо себя ни в чем ограничивать. Михаил Гвоздков. Хеллоу, девятая студия. Привет, Миша. Прямо сейчас под ваш вечер ужинаю ароматной солянкой. Не придерживаюсь никаких диет. Я всеядный человек. Ты же мой хороший. А? Пока мы выигрываем. Татьяна Зыкина. Очень даже добрый вечер. Очень даже. Но видно же, что никакую. Я как та самая девочка. Девочка, которая ест и не толстеет, врет и не краснеет. Вот так. Да, у меня такие самые суперспособности. Я первую. Татьяна Набиева. Добрый вечер, девяточка. Я придерживаюсь информационной диеты. Стараюсь избегать чтения и прослушивания новостей, обсуждения событий. В еде ограничений нет, и почему-то ночью еда становится еще вкуснее. Наличие шила в мягком месте не дает спокойной жить, и мне приходится постоянно ввязываться в авантюры. И выдумывать приключения, ехать в путешествия какие-то. Космические перегрузки. Мое все. Иначе я начинаю хандрить. Итог. 42 размер одежды и отбитая напрочь голова. Ребят, смотрите, маленький лайфхак. Если вы хотите есть по ночам, но вам лень идти к холодильнику, очень простой лайфхак. Ставьте холодильник рядом с кроватью. А у нас где-то открылся новый вопрос вечера. Антидиета, Максим. Далее. Карманный поэт. Лучшая диета – это жена, которая плохо готовит. Ешь мало, и приходится много бегать, если скажешь ей об этом. Вот у меня нет такой диеты. У меня готовит мама моя. Ну, то есть там… Смотрел сегодня на меня, карманный поэт, и подумал, что на улице дождь. Но нет. Ребята, вы ничего… Смешная шутка. Вы ничего не понимаете. Этот стиль прически называется «мокрые волосы». Мокрый эффект. Эффект мокрых волос. Погода сегодня чудесная, поэтому я могу с такой, как говорится, прической ходить. И еще у нас тут есть, как истинный амбассадор диет, Константин Салтанов нам пишет, рекомендую просто не наедаться на ночь, а то спать будет тяжело. Ну, как приятно. Ленуся Бабинцева. Я люблю картошку с жареным салом, зеленым луком. Никакой диеты. Обожаю. Слушайте, а что сегодня реально происходит? Такое вы наоборот пишете. Сегодня все, все встали на мою сто… Я не один такой. Все сегодня со мной. Ребята, хэштег нет диети. Вот никто вот эти, знаешь, диеты, когда у тебя вот что входит в ладошку, то нужно съесть и все, и не больше. Нет, смотри, у меня в ладошку входит вот такой вот окорок. Я ж его держу. Все, друзья, ясно, понятно. Мы победили. Мы победили вопрос этого вечера. Прямо сейчас, друзья, девятая студия открывает свои двери для того, чтобы мы встретили нашего гостя. И тоже сегодня будем говорить о нашем здоровье и чуточку о стрессе. Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии руководители клиники «Клинклиник» в Кирове, ученик петербургского ученого Сергея Петровича Семенова Александр Тихоненко. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. Александр уже в нашей студии. Доброго вечера. Здравствуйте. Как дела, как настроение у вас? Отлично, прекрасное настроение. А с чем связано отличное и прекрасное настроение? Как с чем? Был праздник, День психического здоровья, оно у меня нормальное, в идеальном состоянии, поэтому я рад. Везет вам? Отлично. Везет вам? Да. Ну, кстати, в продолжении вчерашней темы мы сегодня тоже хотим обсудить стресс, да, потому что сейчас многие пребывают в стрессе. Это и осень, это и все, что происходит вокруг. Да, хочется узнать, собственно говоря, как влияет вообще стресс на организм. Может быть, не стоит нам стрессовать и вовсе? Конечно, не стоит. Нет, ну вообще, хотелось бы изначально пару слов о том, что такое стресс. Давайте. Знаете? Нет. Давайте научно, хочется узнать. Давайте мы знаем, мы-то знаем, мы вас хотим проверить. Хорошо, отлично. Значит, понятие стресс, оно появилось в начале прошлого века. И был такой выдающийся ученый, врач-эндокринолог Ганс Селье. Он еще в 30-х годах уже научно обосновывал, что это такое, почему развивается, что с этим делать. И очень интересно, на что он обратил внимание. Так. Об этом можно сказать? Конечно. Обратил внимание, что если человек болен какими-либо инфекционными заболеваниями, то у него, разными совершенно, у него одни и те же симптомы будут повторяться. Подъем температуры, ломота в мышцах, суставах, недомогание, сниженное настроение. И он сделал вывод, что это какая-то такая реакция неспецифическая организма, который приводит любые раздражители. Ну, в частности, неблагоприятные. И вот он сформировал как раз с точкой зрения о том, что существует стресс, и объяснил, как он происходит, как он возникает, формируется, да, и на что там делится. И отсюда можно сказать, что стресс – это такая неспецифическая реакция на любой раздражитель, который рядом с нами присутствует и на нас воздействует. Причем есть стресс как хороший положительный, да, так и негативный, так называемый дистресс. И вот все, на что мы реагируем, это можно обозвать стрессом. Раньше была такая точка зрения, вернее, такая присказка – все болезни от нервов. Сейчас уже все болезни от стресса. Я просто записываю, я сейчас так внимательно слушаю. А вот стресс – это длительное какое-то понятие, или можно даже стрессануть буквально там… Так это вообще реакция, вот такая реакция, раз, и да, и ты среагировал. Но тут в чем разница? Стресс – это же хорошая, полезная реакция организма на любые проявления окружающей среды. Это адаптационный такой механизм, когда человек приспосабливается к тому, что происходит. Но если стресс затягивается, если ты не можешь из него выйти, выпутаться, то тут все, тут уже все плохо. Кстати, как понять, что все, ты уже не можешь один справиться, что тебе нужно именно обратиться к специалисту? В какой момент? В момент, когда тебя не радует то, что радовало раньше, да, когда тебе не хочется делать то, что ты раньше делал с удовольствием. Когда к этому присоединяются всевозможные там уже, ну, кожные проявления у кого-то, да, желудочно-кишечные проявления, там, вплоть до того, что дополнительно мышечные боли, вот тут обращает на себя внимание именно нерадость от того, что ранее тебе доставляло удовольствие. Вот если снятся плохие сны, вот про одно и то же постоянно, это тоже последствия стресса? Причем, про одно и то же, они могут быть много плохими. Нет, например... Конечно, конечно, беспокойный сон и сон, кошмарный сон, уже проявление стресса. Как тогда справиться, что вы можете посоветовать? Ну, кроме как прийти к вам, конечно же. Да, вот прежде чем прийти к нам, можно попробовать самостоятельно улучшить свою жизнь и отношение к окружающему. И стресс еще, вдобавок, можно сказать, что это не то, что на тебя воздействует, а то, как ты к этому относишься. То есть это твое личное отношение к происходящему, на кого-то действует там, не знаю, ну, вот что-то там политическое, на кого-то действует хорошо, на кого-то выбивает из колеи, да. Кто-то что-то тебе сказал. Ну, вот кто-то воспримет это довольно-таки легко, а другой человек воспримет, идет в стресс, да, и это, не дай бог, еще депрессию. Вот. А вот депрессия, это уже как раз вот вторая стадия стресса? Ну, не вторая стадия стресса, депрессии очень много, но это то, что может, к чему может привести стресс. Невротические расстройства, депрессивные, тут уже специалисты. И по поводу выходов, как нам можно избавить себя, уберечь себя от стресса. Так, давайте пробуем. Элементарные варианты, самые простые. Вот первая дата, что вы уже начали. Я уже готов. Да, да, да. Придя домой с работы, просто отключиться, лечь калачиком, как угодно, кому как нравится. Вот подумать о том, как у тебя прошел до день, подумать о том, что ты будешь делать сегодня, в конце дня дома уже, и постараться весь негатив собрать. Точно, точно. Буквально 5-10 минут. Ну, это один из вариантов. Это вариант для мужчин. Женщины, они же прибегают, они же начинают готовить. А вот тут всего 5-10 минут всего лишь. Ну, понятно, что это очень крайне сложно сделать, и мало кто до этого доходит. Там другой вариант. Спорт. Обычный спорт. Пока мне нравится первый. Ну, тоже доказано, что при регулярных тренировках, не обязательно таких, что там умопомрачительных, таких сильных, интенсивных, тяжелых, при обычных, вот при переключении внимания, вырабатывается гормон серотонин, который считается гормоном счастья, антидепрессивным эффектом обладает, и настроение будет лучше. Нужно отключиться, переключиться с того, что ты делал на работе, в семье. Нужно пытаться не нести работу домой. Наверное, это прекрасно знают и догадываются, но вместе с тем это иногда бывает. Ни в коем случае не рекомендовано какие-то совещания или что-то еще дома проводить. Ну, сейчас режим дистанционной работы у многих, иногда нужно где-то собраться, дома этого делать настолько. Ну, чтобы полегче было, если у вас все-таки есть совещание, ну, в трусах сидите, да, ну, чтобы у вас легкость была, и все. Тут рубашка, там, как говорится, домашняя, и будет полегче. А банька, например, банька помогает снять стресс? Конечно. Как же. Вот это мне больше всех нравится. Банька, ароматерапия с различными, как продолжение к баньке, да, там, и ели, и пихты, и сосна, и там, и ланг-и-ланг, все действует. Цветотерапия, музыка, арт-терапия, все то, что позволяет отключиться от нашей… От проблемы? От проблемы, да, и не всегда веселой, а, возможно, иногда тягостной какой-то ситуации в жизни, все это позволяет себя защитить. Ага, да. Но и, конечно же, то, вот с чем я пришел, с нашей клиникой, мы, конечно же, можем человека выдернуть из состояния стресса, который не дошел до более серьезной катастрофы и проблемы, путем сбалансированного, гармоничного назначения лечения. Ага. Веренного капли. Вот, кстати, об этом тоже хотела как раз поговорить, потому что сейчас осень, многие и стрессуют, и так как переходит как раз этот переходный период, многие болеют, то есть простудные какие-то заболевания, иммунитет снижается, в том числе и из-за стресса, в том числе и из-за погоды, да, какой-то. А что вы можете порекомендовать, как как раз сохранить свой иммунитет лучше всего, возможно? Опять же, начинаем с таких, с общих, да, и… Нет, начинаем с основ, к вам. Основное – это надо идти к вам, понятно, что психологически… Конечно, безусловно, да. Мы поможем в любом состоянии, ну, в любом состоянии, мы не психиатрическая клиника, мы уже не совсем уж наши полномочия велики, но мы поможем в состоянии, когда еще только стресс начинает человеку мешать и беспокоить, мы поможем. После консультации с нашим специалистом, конечно же, начается индивидуальное лечение, сжатые короткие сроки, мы помогаем. Помимо этого, что… о чем я ранее не сказал, сон нормализирует, конечно же, нужно, да. Будет это, да. Не позже 11 и не меньше 7-8 часов, но это стандартно. Питание. Питание тоже, вот вы до этого, когда мы обсуждали, так… Да, питание… Ну, я вообще не считаю, что это проблема. Это у меня нормально все. Ну что ж, друзья, мы продолжим эту тему, как раз поговорим чуть позже, сразу после нашего сюжета. Напоминаю, что у нас сегодня еще от нашего гостя будет сертификат, между прочим, на одну капельницу. Антистресс, вот так как раз то, о чем мы говорили. И сегодня может это выиграть. В группу ВКонтакте «Девятка ТВ Кирова» задавайте свои вопросы сразу после нашего сюжета, который, между прочим, называется рубрика «Давайте посчитаем», будем задавать ваши вопросы. Всем привет! Сегодня я расскажу вам про Китай. Ну и, конечно же, все мы знаем, что это самая большая по численности населения страна в мире. И именно поэтому давайте посчитаем. Численность населения Китая – 1 миллиард 400 миллионов человек. А это 4 населения США, 3 по численности населения страны мира, 10 населений России, а это 9-я страна по численности населения в мире, 2 миллиона 380 тысяч населений Ватикана, который занимает предпоследнюю строчку в этом списке, и 29 миллионов 387 тысяч населений островов Питкерн, которые находятся в самом низу списка стран по численности населения в мире. Средний рост китайца составляет 170 сантиметров или 1 метр – 70 сантиметров. И если весь китайский народ ляжет в одну линию, то получится 2 миллиарда 448 миллионов метров или 2 миллиона 448 тысяч километров. А это длина 61 экватора нашей Земли или 6 расстояний от Земли до Луны. Да, интересненько. Продолжим. ВВП Китая составляет 24 триллиона долларов. Площадь купюры в 100 долларов равняется 100 квадратным сантиметрам. И получается, что общая площадь всех денег Китая равняется 2400 квадратных километров. А это 1 четырехтысячная часть площади Китая. Также всеми деньгами Китая можно полностью накрыть такие страны, как Азорские острова, Маврикий и Гваделупа. А Монако все деньги Китая могут накрыть и вовсе 1200 раз. Да, дороговастенько. Ну и напоследок, мое любимое. На все территории Китая могли бы поместиться Берингово, Охотское и Коралловое море вместе взятые, почти вся Европа. Также на территории Китая 9 раз могли бы разместиться Гималай и 3 раза Кордильеры, которые являются самой большой по площади горной системой в мире. На этом все. Давайте вспомним, что же мы узнали из этого выпуска. Площадь, численность населения и ВВП Китая, численность населения США, России, Ватикана и островов Питкарн, средний рост китайца, еще раз вспомнили длину экватора, узнали о расстоянии от Земли до Луны, выучили площадь таких стран, как Азовские острова, Маврики, Гваделупа и Монако, узнали площадь 100-долларовой купюры, также узнали размеры Берингово, Охотского и Кораллового моря, запомнили площадь Европы, узнали о площади Гималайской горной системы, о площади Кордильерской горной системы, и о том, что цифры могут быть занимательными. Давайте читать дальше. Ах да, молодцы. А мы продолжаем вместе с Александром, руководителем клиники здоровья и красоты. Мы сегодня как раз обсуждаем и тему стресса, и также тему нашего здоровья, что всегда актуально. И вот вопрос, который вы сегодня задаете нашему гостю. Во-первых, Наталья Савиных пишет, Девятка ТВ, какие к вам интересные гости приходят. Спасибо, мы всегда рады. Стараемся. А во-вторых, она спрашивает у вас, Александр, девочки или мальчики, кто чаще посещает клинику? Есть ли наиболее какие-то востребованные дни, возможно, посещения? На данный момент девочки, ну не девочки, девочек там, детей-то не берем, девушки, женщины, они чаще обращаются в нашу клинику. А мужчины тоже обращаются, причем, как это, не парадоксально, даже довольно-таки молодые. Капельница энергии у нас очень популярна сейчас. И какие дни? Ну, у нас практически все дни загружены, мы работаем и по выходным, единственное, что такой пока плавающий выходной есть, но это в зависимости от записи. Работаем по записи. Обращайтесь. Обращайтесь. Хорошо, вы начали про энергию рассказывать, а что это такое? Расскажите немножечко подробнее. Как ты потом чувствуешь себя, ощущаешь после этой капельницы? Есть такое понятие, остыне, слышали, наверное? Да. Когда проснулся, и ты уже как будто... Точно. Когда никакой нагрузки нет, но ты уже устал. Причем она тоже может перейти и в депрессивное расстройство, и в невротическое расстройство, не дай бог это до этого допустить. И наша капельница, она именно нацелена на вот эти состояния. Ну, кому-то просто хочется некоторый прилив сил ощутить и тоже делать эту же капельницу. И идти творить. И идти творить. Вот так оно и есть. Люди, которые вскакивают, они все там... Вот в чем прям преимущество именно капельницы? Преимущество в том, что наибольшая, наивысшая скорость достижения эффекта все препараты уходят тут же в кровоток. Нет побочных действий со стороны там желудочно-кишечного тракта. А если режимировать, скорость, наступление, эффективность по силе, несравнимо ни с иной, другой формой введения. Ну и минимальное побочное. Давайте еще тогда расскажем. Вот вы сказали, есть капельница энергии, антистресс. Что еще есть? Есть капельницы специально ориентированные на спортсменов. До физической нагрузки, после физической нагрузки. Есть иммунитет. Иммунитет плюс. Есть витаминные комплексы. Есть минеральные вещества. Если возвращаясь опять же к стрессу, чуть-чуть, если углубиться в физиологию, во время стресса выходит много гормонов надпочечников. Кортизолы, все в этом духе. А именно на их репродукцию, на их продукцию уходит очень много микроэлементов. Микроэлементов и витаминов. Которые надо восстановить. Которые нужно восстановить. И почему при стрессе, например, кожные проблемы есть? Потому что идет отток этих микроэлементов, которые удерживают состояние кожи в нормальном состоянии. Все уходит на изготовление как раз этих гормонов. И также и куча витаминных, там, витамин В, вся группа уходит, витамин С уходит. Весь идет на созидание гормонов. Поэтому вторично мы получаем все проблемы. Кожа, голова, умственная деятельность. У меня вопрос. Девушки, когда беременны, это же стресс. Для беременных это прям стресс. Можно ли, например, беременным ходить на такие капельницы? В зависимости от триместра беременности и в зависимости от того, что говорит ей гинеколог, который ее сопровождает, в зависимости от ее анализа. То есть надо проконсультироваться со специалистами? Конечно, обязательно. Да, комплекс. С чего нужно отталкиваться? Хорошо. Спрашивают еще. Как часто нужно проходить ваши процедуры? Ну, во-первых, после консультации наш пациент, он выходит со своим индивидуальным планом лечения, во-первых, что мы ему капаем, с какой периодичностью, какой курс, там, от трех до десяти капельниц, и мы планируем терапию на ближайшие полгода. Кому-то достаточно будет раз в три месяца обратиться, кому-то раз в полгода. Тут все по состоянию, очень сильно индивидуально это. Хорошо. Катюша Кринова спрашивает, а как подготовить организм к зиме? Вот как раз, что бы вы порекомендовали, возможно? Если человек, в принципе, здоров. Витаминки. Пиздоров, но учитывая, что у нас постоянные колебания каких-то вирусных заболеваний, да, там, грипп будет, не будет, непонятно. Ну, что будет, непонятно, но в любом случае можно укрепить свой иммунитет, а учитывая ситуацию, сложившуюся на данный момент, можно свою нервную систему подготовить, да, антистресс тот же самый. А витаминные комплексы, они вообще никому лишними не будут. Наша заложка, она... Так капельница называется. Да, это называется капельница. Там никто не сидит, зерно не перебирает. Мы узнали, что это как раз то, что убирает отеки, да? Ну, да, как это неинтересно, и отеки на лице, и придает жизненных сил, и улучшает настроение. Масса полезных эффектов. Здорово. А вот еще спрашивают, Наталья Савиновна, боялись ли вы в детстве уколов? И если вдруг кто-то боится уколов, то, может быть, есть какой-то лайфхак? Есть. Я лично не боялся уколов, и очень много кого уколол, и учитывая, что моя врачебная карьера была еще в конце 90-х годов, началась, то колол я многоразовым инструментом, и это было жестко, когда иглы были немножко загнуты, а колоть надо было. А лайфхак обычный совершенно. У нас настолько профессиональный и классный персонал, что они своим видом, своими действиями, своим разговором отвлекают от любых неприятных ощущений. Кстати, это да, потому что меня частенько тоже разное кололи в больницах. Есть такие, которые прям больно, а есть, которые вообще не понимают, что я тебе уколов. В смысле, когда уже начну? А я уже все. Да, уже вытаскиваю. Здорово. Ну что ж, друзья, прямо сейчас у нас для вас рубрика, из которой вы можете выбрать кино и посмотреть на этой неделе, но сразу после вернемся и будем кому-то дарить наши подарки. Детектив Юсупа Розыкова «Исчезнувшая». Мир Кати Савельевой рушится в одночасье. Жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова. Он предлагает Кате сделку. Она должна исчезнуть. Савельева соглашается, однако даже не подозревает, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением? Ответы на эти вопросы вы узнаете 11, 12 и 13 октября на Девятка ТВ. Она как мужа себе нашла, так и стащила ее. Где? Где колечки? Где деньги? Цепочка? И браслет? Девушка с ланью. Виктория Мартин, держите руку. У Василисы Кулебяки из небольшого старинного русского городка в один день рушится все. Работа, мечты и личная жизнь. Соседка подсказывает ей проверенный способ пережить потрясение, отправиться в Петербург в период белых ночей. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе поделить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы ее соседка из Москвы оказывается соседом. Да еще с характером, который Василиса на дух не переносит. Но это только начало сюрпризов, которые ждут Василису в период белых ночей. Оценить картину вы сможете пятничным вечером в 21.00. Ты что, слепишь за мной? Паранойя разыгралась. По сторонам посмотри. И что? Мест свободных нет. А я есть хочу. А мы продолжаем. Друзья, у нас есть еще один вопрос для Александра. Он руководитель клиники здоровья и красоты. И вот такой вот. Анастасия Суворова. Что Вас больше всего удивило в обучении Семенова Сергея Петровича? Прекрасно. Не удивило и не поразило. Дело в том, что методика Сергея Петровича Семенова, которой мы здесь также занимаемся, для на тот момент молодого врача, она и показалась, и получилась очень правильной с медицинской точки зрения. А суть метода в том, что организм переключается из состояния набора весов в состояние легкого избавления от него. Причем как физиологически, так и психологически. Человеку легко, не добирая какие-то калории, немножко урезая себя в питании, очень легко с этим жить и худеть. И вот этот метод, так как он достойный внимания, очень серьезного, и он одобрен великими психотерапевтами страны, в свое время ему более 30 лет, то, что он правдивый, достоверный, как врачу, меня это сильно и убедило, и восхитило, и поэтому... И воодушевило. И воодушевило, да. И я являюсь его личным учеником, последователем. Мне это нравится. В общем, как мы узнали, в клинику можно прийти не только за капельницей, например, золушки или антистресс, но еще и узнать про, собственно говоря, свою фигуру, про вес. Верно? Конечно, да. И эффективно решить вопросы с избыточным весом. Ну что, друзья, все, мы вам еще один контакт полезный дали, поэтому имейте в виду, как говорится, себе сохраните, если нужно, кому-то передайте. Ну а прямо сейчас как раз есть у нас подарочек. Анастасия Суворова, как раз за этот вопрос мы решили, что она отправится у нас на трансформационную игру. Далее, друзья, у нас танцы сегодня. Лену Себабинцева, раз вы вспомните про классный праздник, с Днем Девочек, вам как раз немножечко потанцевать. Ну а также сегодня Александр выбрал Наталью Савиных, потому что были потрясающие вопросы, и она у нас справляется на как раз капельницу антистресс. Я думаю, что это сейчас актуально как никогда. Если не вам, то вашим близким это точно. Ну а если вы хотите узнать больше, что у нас есть ссылочки, пожалуйста, переходите по ним. И, конечно же, задавайте свои вопросы лично Александру. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое важное дело, за то, что помогаете людям пережить стрессы, да, и какие-то, возможно, неблагоприятные условия, да, и сделать их еще более здоровыми. Спасибо вам за приглашение. Рады всех видеть у себя и помогать. Это здорово. Ну что ж, девятая студия заканчивается. Увидимся с вами уже завтра. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»